В Чувашии отменят транспортный налог для многодетных семей с тремя и четырьмя детьми. Указ об этом подписал глава республики Олег Николаев. Пока от платы за пользование автомобилем освобождаются только семьи с пятью и более детьми. На данный момент льготой пользуются 580 семей Чувашии. А со следующего года еще более 3000 семей смогут не платить налог за машину. Главное условие – мощность автомобиля не должна превышать 150 лошадиных сил. Для того, чтобы получить освобождение от налога, собирать документы не нужно. Все делается автоматически, объяснили специалисты инспекции Федеральной налоговой службы. Льготу по транспортному налогу многодетным семьям мы предоставим на основании сведений, которые у нас есть, в том числе от тех сведений, которые нам предоставит Министерство труда и социальной защиты. Но в случае, если по каким-либо причинам налоговая льгота не была предоставлена, граждане могут обратиться в любой налоговый орган с заявлением. Мы уже привыкли, что все основные льготы и привилегии оказываются семьям, где 5 и более детей, либо малоимущим. Мы не относимся к этим категориям. Мы простая трехдетная семья. И приятно, что нас в этом плане признали имеющим право на льготу, тем более на транспорт. В указе Олега Николаева о повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашии также отмечено, что со следующего года семьи, в которых родится третий или последующий ребенок, смогут направить средства республиканского материнского капитала, а именно 150 тысяч рублей, на покупку машины. Но только в случае, если у них нет нуждаемости в улучшении жилищных условий. Наверное, этот вопрос уже возник давно, потому что рождается ребенок, а уж тем более третий, четвертый. И в этом случае появляется потребность у семьи в средствах передвижения. То есть ребенка надо, детей, вернее, надо лечить, то есть в больницу ездить, потом развивать, то есть кружки, посещать секции различные. Поэтому были обращения наших родителей по поводу направления этих средств на приобретение автотранспортного средства, то есть машины. По предварительному опросу, желание потратить средства маткапитала на покупку машины изъявили 450 семей. Все же пока большинство многодетных выбирают вариант направить деньги на приобретение жилья. Татьяна Самсонова, Виктор Степанов, Вести Чебоксары.